Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и вчера в директ в инстаграме мне написал мой подписчик. Ты тоже подписывайся на мой инстаграм, там выходят очень страшные фотографии. Если ты не боишься, то подписывайся туда быстрее, я жду тебя там, а также пиши мне в директ. Мой подписчик сказал, что он очень долго искал те игры, которые я показывал в своих видео. Грэнни, GTA, FNAF и даже тот адский ютуб. Он добавил, что искал эти дни пять бесперерывно. Я особо не верил в это, но когда он мне скинул ссылку, я перешёл по ней и скачал тот плеймаркет. Странно, но значок плеймаркета был обычный, и ничего не готовило меня к беде. Я подумал, что это был обычный розыгрыш, но когда я зашёл туда, я очень сильно испугался. Всё было красные, чёрные полоски, надпись плеймаркета была перечёркнута, и все эти страшные игры были здесь, даже тот адский ютуб. Я из перепуга выключил этот плеймаркет, но на рабочем столе я заметил, что иконка была изменена. Она была красной, и вся в кровавых пятнах. А название было ещё страшнее. Рипмаркет. В этот момент у меня случился ступор. Все игры, всё во что я играл было в одном приложении. Даже добавились новые игры. Я понял, что пути назад нет, и зашёл обратно в тот адский плеймаркет. Я знал, что это добром не кончится. В плеймаркете я увидел иконку Блок Страйка, но надписи не было. Были лишь странные линии, на которых ничего не было. На свой страх и риск я нажал Блок Страйк, и открылась следующая страница. Тут уже можно было поближе рассмотреть иконку Блок Страйка. Она выглядела красной, и очень не похожей на оригинальную иконку Блок Страйка. Сбоку была видна надпись Блок Страйк. Очень ужасным шрифтом, как будто он истекал вниз как кровь. Снизу была надпись «Возраст 666 плюсом». Никакого описания к игре не было. Эта часть была перечёркнутой. Кнопки скачать тоже не было. И где-то секунд 10 я думал, куда же нажать, чтобы скачать эту игру. Но она запустилась сама. Без скачивания, без ничего, она запустилась сама. И началась загрузка. Вначале показали название компании, которая создала Блок Страйк. Иконка компании очень медленно наливалась кровью. Это даже не пугало. После был крик девочки. И запустилась игра. Я бегал, но играть было нереально сложно. Потому что были помехи. И меня кидало с одной стороны карты в другую. Было слишком темно. И эти потёки по экрану. Как будто из моих глаз идёт кровь. После помехи кидания по экрану, игра выключилась. Я зашёл ещё раз в этот плеймаркет. Всё было без изменений. Все игры как были, так и стояли на месте. Я попробовал нажать на сабвей серф. Сразу же бросилось в глаза, что иконка игры была очень большой. Она выходила за рамки. А внизу, где должно было быть описание, было перечёркнуто. И написано Блок Страйк. Игра также запустилась сама, без каких-то кликов. Без загрузки, без ничего. После этого я начал бегать очень быстро. Я еле успевал уворачиваться. А игра была очень тёмной. Сложно было что-то разглядеть. Под конец я просто разбился. И брызгнула кровь. А игра начала лагать. Я уже не мог начать новую игру. Но выскочила надпись. You will die it. Что в переводе означает, ты умрёшь. После этого я больше не хотел никаких игр. Я просто выключил этот плеймаркет и удалил. Я очень надеюсь, что он удалился полностью с моего телефона. На этом всё. С тобой был Сергей Ионис. Поставь лайк. Тебе это всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. Если мы наберём полторы тысячи лайков, то я сделаю новую страшилку. А также подписывайся на мой инстаграм. Ведь там выходят очень страшные фотографии. Ну, конечно же, подписывайся, если ты боишься. А также подпишись на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Это придёт время, и супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что подписывайся. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok